друзья всем привет наше видео которое мы утром выпустили конечно же заблокировал первый канал но как говорится это самое их право и право да мы использовали их материал тут как бы без претензий но материал очень ценный и поэтому мы оставим ссылку на их материал под видео в описании посмотрите там в принципе сказано все то на что мы натолкнулись процессе изучения темы про антибиотики в комбикормах про антибиотики сельхозпродукции вот на удивление как бы оговорюсь оговорил в том ролик который удален что мы ящик не смотрим лет пять ну потому что там ничего правдивого на наш взгляд сейчас уже не увидишь но материал такой довольно таки как сказать интересный да и подошли люди так скажем основательно с пристрастием до пригласили специалистов и в общем-то может посмотреть рекомендуем вот и в общем видео грубо говоря о том о чем мы с вами уже давно разговаривали по поводу комбикормов по поводу в частности это видео о продукции уже у курицы там даже не обсуждалось что есть курицы в которых есть антибиотики нет там говорили о том что какое количество антибиотиков в условных единицах содержит птицы остаточных антибиотиков есть такое слово остаточное и что это по законодательству российской федерации допускается остаточные антибиотики в курице к чему это может там же значит подтверждение наших слов что антибиотик сам по себе является стимулятором роста прозвучало вот это для гусеницы татарской информация значит что еще то что термически он не распадается по крайней мере до конца это тоже в этом ролике показали это что у нас бардак на этом рынке до контроля на как бы никакого нет ну все в общем посмотрите очень интересно ссылочка еще раз будет под видео в описании если не хотите часовой видео смотреть то это в первых по моему 11 или 12 минутах от себя можем добавить нас вот мы успели прочитать комментарий который написали под вот этим удаленным видео о том что информация от онколога как говорится значит что онколог запретил кому-то есть именно курицу вот и у нас тоже свою очередь есть такая же информация лена была на день рождения у крестника у своего ну расскажи девчонки разговорились но мамочки уже кого-то детей подгула это неважно детки все в районе 8 10 12 лет и у одной девочки начались ну короче созревание циклеток да произошло по месячной порой вот и начались периодически ну нормально до 8 лет это прямо самый возраст что называется у мальчика у одного обращались к эндокринологу да развитие малышных желез пошло то есть по женскому типу тоже по-моему лет 10 что ли ребенку вот и такие мамочки сидят вот понимать там 5-7 мам у которых вот два из пяти из семи есть проблемы с детьми и они идут к эндокринологу и эндокринолог в один голос говорит вы можете верить в это можете не верить уверьте во все угодно детям курицу не давайте все как вам прописаны до рецепта лечения таких вещей просто курицу не давать так что тут то знаете как можно верить можно не верить но почему-то не верится в то что в россии деньги не решают все а это безусловно большие деньги то есть выращивать курицу вот таким образом а никаким другим с использованием лекарственных препаратов но об этом тоже в ролике говорили что это убытки чтобы держать там положенное время после выхода антибиотик из курицы и никто рисковать не будет поголовьем там несколько тысяч голов до соответственно профилактических будут все равно пичкать тем более предпродажной подготовки не подразумевает исследование здесь еще не затронули такую тему интересную важную важнее антибиотика часть это как ци диастатике которые оказывают более губительное влияние на здоровье человека лена разгал говорил об этом видео про комбикорма ссылки на которые тоже будут в описании и на товарища того который все пытается это оспорить да опровергнуть нас там как-то оболгать тоже будет ссылочка в описании и мы в этом видео его коснемся вчера забавно было наблюдать его визжание на канале на стриме по поводу нас опять мы немножко в конце скажем ладно не надо сейчас о нем значит вот и что я хотел сказать а как целяли как ци диастатике да вообще не затронута здесь вот в этом видео с человека закона а и не затронут такой момент как после забоя подготовка предпродажная то есть рассолок который используется для консервации вот этой тушки охлажденки якобы так что еще по вопросам чего лучше употреблять охлажденку или заморозку вот и у нас но здесь вопрос они рассматривают другое именно значение антибиотика рассматривают и как это влияет на человек организм и подтвердили в этом видео эксперты подтвердили что нам писали в комментариях что антибиотики просто применение их это как сказать и влияет не только на здоровье человека конкретного до или там группы людей а это влияет на вообще общую общую экосистему вообще полностью земли нашей понимаете то есть это антибиотик остаточной в памяти будет он на поле распространиться там вырастет на нем зерно то есть этот это приведет к глобальной но приводит постепенно это еще говорят ученые недоизученная тема это приводит к глобальному изменению толерантности резистентности этих вот микроорганизмов на личных различных которые присутствуют везде повсеместно будет трава там будь то желудок человека приводит к повсеместной повальной резистентности этих микроорганизмов к этим вот лекарственным препаратом и потом у нас когда человек 30 лет заболевает пневмонии простой которая раньше лечилась антибиотиком его кормят антибиотиками а он не выздоравливает и это примеры из жизни сожалению да и из-за этого и раки молодеют и смертности в общем бывают очень нелепые сюда не пугаем вас опять-таки но вот посмотрите интересное видео на удивление на центральном телевидении в первом канале не дали свою свое заключение на заключение вывод один или вырастить птицу сами или вы эту птичку покупаете только удоверенных людей кому вы верите потому что частный фермер тоже мы вас предостерегали от этого что он сунет и положит даже знать не знаете понимаете если вы от магазинной курицы хотя бы сегодня не загнетесь то от фермерской любой вот купленный где угодно но у дороги еще кто его знает понимаете что туда пихают сейчас люди к сожалению человек человеку враг и даже без зазрения совести что это может детка съесть что-то могут больные люди съесть и если здоровый там пропоносится и дальше побежит то это может иметь непосредственно такие последствия о которых страшно подумать и о людям плевать три раза понимаете то есть как бы это все очень печально страшно наше заключение либо сами растите либо покупайте у тех кого но кому доверяйте кому можно доверять все-таки я думаю что это вопрос такой можно задачи можно до проанализировать да и найти людей я думаю вот так что явно кто-то из знакомых знакомых какой-то у нас получается и когда фермер выращивающий птицу даже не только птицу вообще просто приготовлю свою продукцию не может найти сбыт для меня это может быть знаете что значит что он не слишком среди своих людей распространил информацию о том что надо делать то что но каждая мамочка думает о своем ребенке в ладно себе бокс не буду я есть эту курицу магазину плевать не на меня но есть малышка какой-то там да или мамочка которая там после операции людей все на свете есть все равно потребители хорошей качественной продукции но людей мозги то как должны вставать на место рано или поздно надеюсь что рано чем но пока такая ситуация вот с беспределом в виде контроля вот этого всего использовать лекарственных препаратов это ну как это назвать если от назову меня не привлекут я уже не знаю после забанивания видео ну это отчасти геноцид нашего народа я так что да мы так и думаю это состоит из многих частей весь этот геноцид но это одна из моментов тоже очень важно один из моментов этих момент очень много если вы человек адекватно и смотрите реально на вещи они в розовых очках живете ладно в общем расскажем мы куда сегодня ездили сейчас да так что оставайтесь с нами здравствуйте не смотрите что я в очках это по медицинским показателям это не из серии что дурак показания не серии что дуракам и ночью это вот как бы нужно так вот хотим вам рассказать о том что недавно нам позвонил человек он предложил нам что предложил нам лук зеленый по дешевой цене в общем 70 рублей килограмм что это такое то человек выращивают выращивают в теплице на продажу и зимой в том числе вот насколько я понимаю продает что-то что-то не продается остается что-то перерастает что-то вянет и так далее вот эти все вот отходы которые как он мне объяснил что и сами кушать спокойно можно признаете там что-то они хорошие качества вот но уже не продать не продать да и вот этот вот лук он нам предложил по 70 рублей килограмм мы короче сначала по ним остается на птицефабрику какую-то далеко возить он предложил короче мы уже нам вот мы сейчас мы про потеряли его телефон не можем найти этот контакт и сейчас мы знаем у нас по дороге есть такая типа ферма там да и теплица где что-то выращивают мы так предполагаем что там выращивать как раз этот лук мы сейчас заведем заедем туда и узнаем спросим как чего правильно ли мы считаем что это место или нет вам расскажу так это не он звонил но тоже лук и деньги говорит не надо но я все-таки наверно заплачу на что он сейчас но нам это нарезал прям лука я покажу почему-то тут-то предлагал уже но как бы я те сейчас все расскажу я просто покажу за 50 рублей чем мы покупаем можно на 1 100 купить потому что мы покупаем за 50 короче то смотри денег не взял горит на пробу говорит так смотрите вот такого лука надавал блиноватый да и вы не продажные уже вырезки обрезки он у него стелется знаешь так это по земле уже я так понимаю что то что он не продал вот он нам отдал на пробу обалдеть ну хочу ему выгодно любом случае 50 рублей килограмм он сказал готов продавать блин тут он метров наверно 200 3 3 ряда по двоярус короче много-много вот в общем будем пробовать не интересует этот лук на молотках да не интересует этот лук можно и корм спокойно очень хорошая подкормка один из зрителей нам написал что если включить голову и логику то получается сашка это птица сама по себе она даже и зерна в природе кушает не так часто как траву и зелень ну если подумать но наверно да правильно не у каких-то из куриного семейства ну например кто у нас но все вот эти дикие птицы крупные достаточно что они едят а у них же не стоит нигде миски зерном правильно у этих тетерево всяких так далее они же питаются чем ну да найдут какие-то семена наверно да но по большей части они очень много съедают травки какой-то какие-то какие-то там еще вещи поэтому уж точно кстати жуков пауков они съедают да никто же не дает им зерна так долго эта идея в лесу как как это можно найти они чтобы не в полях ходят с серпом и молотом и себе наколачивает это дело ну короче это не мыши которые зернышки собирать это все-таки птица так что зелень то она преимущественно крайне важно для птицы и вот мы проращивали помнишь с тобой зеленую траву для малышней для всех не прорастишь это понятно на подоконнике но само по себе пророщенное зерно она сама по себе полезно как росток да как вот это вот как малышная спина зрелость и очень полезно сама зелень вот попробуй а лук три раза полезнее чем еще и обычная зелень далее в свете витамин в свете природный антибиотик дезинфекцию производится и куры приученные с младенчества что называется к луку очень хорошо на него реагируют а кстати наши даже которые не приучены с младенчества те тоже реагируют очень хорошо я спрашиваю у него сейчас чем опрыскиваете что-то есть на это самое на луке на луке эти сразу работники мнения ничем ничем хозяин говорит опрыскиваю пойдем покажу чем подводит меня шбан у него стоит такая кастрюля здоровая аппарат опрыскивающий и он не показывает руками вот так вот поднимает марганцовка разведенная вот этим говорит обрабатывать чтобы это это что прессинг не развивалась на почве да 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 и прессинг наверное и мог это как зеленый сейчас и погода саша чем они тут будем верить человеку ты знаешь там я видел котел твердо топливный типа пиролизного типа батареи я не разглядел и все в слава не очень слава новые эти у них теплицы но на сверху натянута пленка вся в воде все капает короче течет но в общем проблема сырости никак не решится на растений ну да они также в такой теплице видимо невозможно от нее избавиться но блин объем большой там у него но я так понимаю что на самом деле проблемы со сбытом потому что много вот лежало вот такого уже легшего пера короче говоря есть наверху стоят прям такие ровненькие насыщенные зеленые а вот я думаю что это переросший он сказал что критер он не первый уже срезает он периодически срезает от кого они продолжают расти да такой смысл вспомните пожалуйста дам ссылочку в описании и вот здесь попробую до временную о том как я готовила лук для своих доготовила траву для своих кур летом вот из косилки мелкую в ящиках пересушивала специально чтобы она в тени чтобы она оставалась вот зеленой и такой классный сейчас они у меня уже сожрали три мешка этой травы то есть птиц по большому счету она травоядная это очень серьезно и мне кажется что сейчас вот эта свежая добавка луковая она вообще должна пойти очень классно февраль до авитаминоз как у всех и у людей и у всех да нет уже не никакой зелени у меня немножечко еще осталось этой травы буквально вот мешок или два даже на насушенной мелко нарубленной никаких закупорок забов травой особенно если она мелко покрошена хорошо высушена и они таким удовольствием и скоростью и и съедать что я не знаю это авто меньше наверно овцы и попробуем что было учиться с луком но из последних новостей какие нас новости она вчера повеселились по поводу стрима с канала 50 домашние очень конечно он позабавил нас так у него рванул пердак это просто было что-то то есть стрим начался за здравие закончился за упокой вот человек человек да опять еще раз короче пересказал весь наш ролик не ответил на нем не на один пункт в этом ролике представлены до претензии там по поводу его но отличие от писи там это с доказательствами он сам все нашим видео говорит сам все говорит сам все пишет и ни одного слова у нас нет неподтвержденного факта а он опять такого нанес мамочки ты родные господи хочется спросить что вы курите то что такое вообще вы курите богданович что ли свой что такой чушь несете курите кожу и самое главное не понравилось что даже адепты в этот раз его что-то не промолчали промолчали да обычно и начинают там подмахивать ой да да а тут что-то как-то все прошло обошлось по обошлось без поддержки с их стороны милая писи но не возбухайте это реально просто понимаете ведет к нездоровью уже никак не хочет ваша прекрасная супруга обратить внимание что вы превращаетесь в наполеон это ну просто и в честь него там все видео мы сняли с него с его канала слезали и этот персонаж юмористический в общем попытается переводить тему если вы слышали может не слышали в разряд насекомых что особенно смешно будучи имея я в общем-то очень серьезное сходство с гусеницей вупсень из мультика лунтика вот переводить в сторону насекомых вообще какое-либо общение но это также глупо как если бы ксения собчак назвала в кого-то лошади понимаете но это просто цирк для меня это как вы знаете даже сказать гордость потому что я простите самка богомола но для тех кто с бронепоезда и учился максимум до 2 класса в средней школе расскажу что у самки богомола самца съедают при спаривании как вы видели сзади у нас доказательство спаривания а сбоку у меня доказательство самца а у меня придатка придатка назвали в придатках он тоже разбирается гораздо лучше потому что особенно когда собирается говорим уставлять видно сам как он долго занимает то есть вот он ведь договорен а самка надо ставить это цитаты и стримы его и кстати это тоже говорит об уважении человека правда другим людям я на месте говорина просто не стал бы общаться после такого я выговора лично я сделал одним он там выговор делать на другим отговор не повезло другие повезло больше просто выговор алкоголе ну ставить хотели говорим аккуратней хорошо что этот клоун трепло о чем мы доказали же в своем видео кстати о котором в котором доказаны все моменты которые перечислил в общем он нас обвинил в чем у нас обвинил опять опять в очередной раз то что мы оболгали богданович никогда так ни слова никогда мы нигде не сказали о том что богданович содержит антибиотик мы сказали что мы можем не сомневаемся что так чисто такие хорошие результаты по определенным причинам по каким причинам потому как мы узнавали про очень разные комбикорма и ни один ни один комбикорм пк-5 кроме богдановича не продемонстрировал отсутствие лекарственных препаратов поэтому мы логично делаем вывод что если на этом комбикорме растет пиццу лучше значит мы чего-то о нем можем не знать вот так в общем в таком аккуратном формате кстати в видео о писи домашней мы подробнейшим образом показываем начало нашего разговора с фотографиями со скринами со всеми делами то есть у нас нету к нему вообще претензий у нас претензий к нему одна что он трепло что-то курит и несет херню про нас вот все что остальное он несет херню это как бы на ваше усмотрение зрители вы пожалуйста не обижайтесь я понимаю что режет слух вот эта пися домашняя но мы его называли пиццы домашней но он начинает изысканные названия для нашего канала придумывать там будут годуновский гоблин да слушайте это прекрасно вообще нам вообще параллельно хоть говном нас назови нам все равно но у него настолько значит самооценка за вышла что он обижается так вот наконец-то дойти до человека должно что не надо нас трогать и мы не будем вонять понимаете еще ты опять возвращаешься к этой теме все забыли уже и про твой канал и и про тебя а еще как прикольно что на своем канале собрал всех вот этих вот зашкваров и киров брогер теперь лучший друг это вообще обоссаться дружить с но пообещал ему яйцо да какое ладно это самое мы все таки на мационное потому что среди них оба яиц это не содержит подружиться так с кирилл бролером только для того чтобы дружить против году новского вместе вот так вот сообщает нам это просто это самое глупое что можно сделать вообще из домашних не надо так напрягаться сейчас вы теряете человеческий облик когда разговариваете о нас вы брызгаете слюной в камеру нас нам до вас уже дел нет знаете была мысль думаю может вторую серию снять там у вас материалом вот так для второй серии тоже поржали такие новости у нас основной у нас вот основной новости является вот этот лук который мы приобрели я не буду хотели вам рассказать да и будем пробовать кормить птицу заметим ли мы различие колоссальные ну чтобы это было явно видно да да вот так что сами понимаете 50 рублей за килограмм лука может позволить себе каждый лук а лук является природным антибиотикам для птицы в общем мы будем пробовать расскажем что как не начнется ли понос ну вот расскажем но у нас сейчас про понос сложная как бы проэкспериментировать на бройлерах да и так у нас поносит к замуж перестанут вот может быть надо попробовать но я сомневаюсь на самом деле вот так что такие новости всем спасибо за внимание всем пока вот вячеслав в частности говорим я уже много раз его здесь упоминаю он наверно обыкался весь но я ему обязательно вот ставлю потому что он здесь не присутствует